Еще раз одно включение. Вот еще один наш товарищ, ветеран Донбасса, позывной Брест. Я не буду его спрашивать, как он себя чувствует. Я думаю, вы понимаете, я задам один риторический вопрос, который поможет проснуться очень многим. Дружище, скажи, будь ласка, ты в курсе, что Труханова отпустили по итогу? Нет. Что ты вообще считаешь? Скажи пару слов, почему ты не дома, почему ты был там и вообще, что у нас происходит в стране? Люди надо проснуться. Да, потому что я понимаю, что в нашей стране происходит контрреволюция. Что нашу страну потихону сбивают под Российскую Федерацию. Потому что из нас делает колонию, в которой ребята, которые нас избивали, арестовывали и держат здесь, как бы, заложниках и шьют нам сроки. Они точно так же пострадают, как все остальное население. Вот на примере Крыма. Все, кто защищал Российскую оккупацию, все эти люди пострадали. Туда привели русских руководителей, а этих выкинули как неподвиг, потому что предатели и изменители и тому подобное. Если вы не хотите, чтобы нашу страну постигла участь Крыма, чтобы мы плавали в нечистотах, чтобы по нашим улицам бегали крысы, чтобы у нас не было абсолютно никакой свободы слова. Ребята, я прошу всех приходить до 17-го числа и поддержать акцию протеста против олигархического речения. Деку, дружище, скажи, пожалуйста, тебе выдумали эпидозру. Какой статья там идет? 345-я часть третья. Ну, хочу сказать, чтобы не мучить уже человека, потому что сейчас ему должна быть оказана медицинская помощь, что у Бреста был наградной боевой пистолет, который при задержании у него пытались отобрать. Судя по всему, большая часть людей, которых задерживали, избивая, сюда доставили уже как свидетелей. И вот если Бреста не стали бы забирать оружие, он бы сюда тоже приехал как свидетели. Я видел сегодня сотрудника полиции, это начальник роты спецназа, который нормально подошел, покажал дырочку на брюхах. Я категорически против того, чтобы и к полиции применялось насилие, и к тем людям, которые находились с другой стороны. Я вообще не понимаю, как бойцы спецназа, нацгвардии, многие бывшие сотрудники милиции, которые пришли защищать правосудие, будучи ветеранами, оказались полицейскими с другой стороны. И почему? Ну, я думаю, что это уже мы разберемся, если действительно народ и 18-го выйдет. И многие из вас говорят о том, что когда же вы придете ветераны, когда вы придете хлопцы, поможете. А вот тогда, когда народ и армия будут действительно едины. Очень важно, чтобы люди пришли поддержать на суд, потому что мы будем вытаскивать хлопцев. Очень важно, чтобы пришли 18-го числа, они обязательно будут это смотреть. Дружи, тримайся, мы с тобой, все будет доброе.